Помоги нам Господь, братья и сёстры! Я вот хотел начать как раз с небольшого возражения от Томана Чернососинцева. Что такое искупление? Христос никогда бы не стал искупителем, не зайдя на крест. А наш государь-интернатор вместе с семьёй также взошёл на крест. Вот эту икону я видел на Афоне в Хиландаре. Монах Кукша разрешил себя сфотографировать, он икону держал в поясе, вот так вот. И венец над головой Алексея Царевича горел ярким пламенем, икону проверяли. Но она не была подделана никак. Венец горел. Это не какая-то огненная краска была, это была чудотворная икона. Она сейчас где-то в России, я не знаю где. Вот такие дела, как получается искупление. И не сомневайтесь, что наш государь – это искупитель. Это раз. Во-вторых, сейчас наши особенно зарубежные масоны селят в сомнения во многих сердцах. Значит, появились очень много и сект, и прочее, прочее. Ну, вы помните, наверное, Аумсин, Крикёв был такой, Белобалахонники. Там Марина Цвигун, комсомолка бывшая, объявила себя живым Христом. И в Киеве хотела сжечь там сама себя и там своих подвижников. Вот. Но, слава Богу, они, как говорится, все сейчас канули, появились другие. Другие – это те же возвращенцы в СССР. Это тоже секта. Вот. Тоже, чтобы отвлекали. Отвлекали. Пускай интересуется народ чем угодно, но только не обращается к Богу, не молится нашему императору за восстановление Руси. И, значит, ничего не интересуется, ну, кроме там всяких там гоп-стоп-шоу, ну, и что покажут по телевизору. Мы знаем, что при расстреле государя и его семьи присутствовало три раввина. Это Войков, Голощокин и Зиновьев Фредбаум. И, значит, приехал еще, как Кирилл Мавлин напоминал, значит, приехал еще один раввин западный. Фамилию его я, к сожалению, не знаю, может, кто-то его знает. Ну, значит, был, руководил всей операцией. Насчет троих остальных еще, значит, идут споры, кто лично участвовал. Вот. Мнение меняется там и так далее. Но это не суть важна. Важно, что наносилось, было совершено ритуальное убийство. То есть каждый член царской семьи и даже повар, значит, был залезан ритуальным ножом, приколв к стене, вот, кровь выпущена у них, у всех. Мы знаем, что со времен разрушения первого храма сатанистского, первого храма Соломона прошло уже много лет. Вот. Но по истечении этого времени живы все равно стараются восстановить этот свой храм. Для чего это делается? Я сейчас объясню. Первая проба была у Юлиана Отступника. Храм был разрушен, и везде присутствовал огонь. То есть как Господь сжег Содом и Гоморру, которые, останки которых нашли, и города нашли в Азеливе Мертвого моря, в Испании. Второй храм, всего их девять было. Значит, второй храм был у них, был сжег герцогом Альбом. Потом демосуны переселились в Португалию. Там было землетрясение. Тоже воспламенение было. Также сожжен был храм. Значит, потом в 906 году в Калифорнии горел весь город. Трое суток горел. Там тоже сатанисты построили свой храм. Извините, конечно, кто не знает, сатанисты или демосуны, это все одна семья. Их разделять нельзя. Их нельзя разделять. Это одна шайка, которая стремится захватить власть над всем миром. Так вот, в Калифорнии тогда сгорело 15 тысяч человек. Трое суток город полыхал. Но чуть раньше, в 1902 году, остров Мартиника, его называли земным райом. И там сатанисты тоже пытались построить свой храм. Они уже отстроили. Там было совершено жертвоприношение. Девочку, значит, закопали жильем прямо в землю. Храм был чуть ли не закончен уже. И вулкан Монпеле, он разразился и вспыхнул. И прямо вспышка вулкана, лава прошла прямо с труей на город Сен-Пьер. Сен-Пьер сгорел за 5 минут. 36 тысяч человек там сгорело. В городе как раз очень присутствовало, то есть процветало масонство. Там христиан всех, практически всех выгнали. Оставили только протестантов. И то так, на правах мелких служащих. Вот такие дела. Что у нас происходит сейчас? Сейчас монархия у нас была упразднена именно мировым масонством. Почему? Потому что монархия всегда претила для захвата власти над всем миром. И, значит, чтобы превратить нашу страну в страну рабов. И, значит, возродить новый хазовский каганат. Что сейчас мы и видим. Ну, в богемском клубе был один, ну, как сказать, засланник, что ли. Который сфотографировал, как проходят там масонские ритуалы. И, значит, послушал разговор. О том, что замышлялось... Замышлялось же дело в том, что они, поскольку несколько раз через сотни лет совершались пожары, сатанистские храмы горели, горели, горели. И, значит, сейчас они решили сделать так. В декабре 1931 года взорвали храм Христа Спасителя у нас, построенный на народные деньги. И вдруг появилось народное мнение, что храм нужно возродить. И возрождение началось именно на жеркаланские деньги. Я знал, значит, банк сразу открыли. Я знал директора этого банка. Он конкретный, такой махровый. Деньги собирали именно на этот храм. Этот храм построили на святом месте, где существовал раньше православный храм. Сейчас там всюду масонская символика. Посмотрите, там маген Давиды, там в мозаиках полу, там в рисунках, везде. Это, в общем-то, не православный храм. Как раз там молится тот самый его патриарх российского, Гундяев. Пока они у власти, толку не будет. Мы, значит, должны Россию возрождать именно с того, что любыми способами, мытьем, катанем, как угодно, но избавляться... Нам нужно подмести Кремль, друзья мои. Нам нужно подмести Кремль. Пока страну нашу будут продавать, нам удачи не видать. И мы не сможем помолиться нашему государю, пока правят наши враги, нам удачи не видать. И да поможет нам Господь, чтобы, в общем-то, разрешилось все, ну, хотя бы так вот, иной раз даже вот так думаешь, неужели Господь не может послать пожар на наш Кремль вот так вот, чтобы все сгорело, как вся жизнь не сгорела. Прости, Господи. Спасибо, Лев Тунхан.